я вас всех приветствую на своем канале и сейчас немножко пройдемся по саду по огороду и что уже цветет или скоро зацветет и какие есть проблемы так начнем вот с этой вот прекрасной турецкой гвоздички которую я сделала позапрошлом году высаживалась абсолютно такими вот знаете дома выращивала я их они мне там вытянулись никакого вида у них не было я воткнула дожди шли прямо в грязь их заливала по самые уши дожди 10 дней шли и в итоге разрослась такая картинка зимовала зеленая и вот прекрасно в этом году они зацвели было разноцветия ну там сорта шлик раскраски разный давайте вам покажу сейчас какие они красивые так вот я буду приближать свет какой красивый это прямо темно-темно-сиреневый такой как махровый хочется вам передать так вот как камера настраивается здесь вот такой вот расцветки там вот такая розовая прекрасная там вот такая пониже сейчас обойдем покажу другой расцветки так вот смотрится прекрасный яркий такой акцент пятно я первый раз ее выращивала и вот она мне очень понравилась и вот посмотрю ка потом ее размножать как сохранить и такая вот пониже совсем маленькая низкая она еще не вся раскрылась представляете все раскроется здесь гортензия дуба личная обойду она вот такая вот разрастается как тот шариком прямо такой шарик компактный но на уже скоро вот набрала бутончики не ведь раскрывается уже вот так вот она зеленый зеленый и вот они видите такие так вот туечку кто смотрел помнит она у меня одно время сгорела я так думаю от того что мы ее на зиму закутывали от ожогов и потом сняли уже сняли ее в конце марта и резко ее прижгло я решила после этого и и не закутывать на зиму от солнца и она лучше зимует и вот я по глупости центральный стволы ей нечаянно убрала но не знаю вот перейдет она как бы в 3 и так и и связала в центре и больше она мне не обгорала в общем на зиму я закутывать вот так вот здесь вот уже вот такой флокс блю продается на бутонах скоро зацветет тут вот собирается выдавать уже бутончики скоро появится это сербит blend название пока все вспомнишь и сейчас я вам покажу гортензию которая самарская лидия от веры глуховой по девяточки я заказывала я вам сейчас я покажу помните я говорила что все в порядке все хорошо но как только началась жара не пришлось и снова закрывать от солнышка немножко притенять я замульчировала чтобы уже не поливать прям каждый день и вот так вот у нее стали прям вот видите что с листочками стало происходить сейчас я отстегну и вам покажу многие жаловались что самарская лития пропадает листья засыхают и отпадают и что на самом деле происходить стало у меня тоже самое думаю вот этот вот побег вроде ничего здесь вот так вот засыхают закручивает свете потом вот я и эпином и фитоспорином вот так вот прям легко легко отрывают ставите дотрагиваешься у нас машка одолела а вот молоденький выдают даже не знаю что делать выкопать посмотреть я и корневином в общем ну в общем не знаю переживаю за нее остальные все хорошо сейчас покажу вам и так вот строба ряблоссом ведь она все хорошо стоит с открытой корневой пришла корневая была хорошая кто видел распаковку моей посылки и вот только самарская лидия была про девяточки а это замечательно это я специально другими вот такими вот делаю потому что здесь у нас народу много на даче папа мама дети собака и молоденький думаю друг не видят как бы временно ограждение такие делаю чтобы они не поняли также мне вот флокс молоденький в этом году посаженный скоби также я сделала также самарская лидия там флокс немножко стали желтеть но так всегда как только приходит жара вот красота пионов недельная заканчивается и с приходом жары начинают пионы уже остыпаться я сейчас собирала отстригала какие уже цвели кто-то меня там спрашивал как они у меня держатся кусты очень большие метр двадцать высотой и они очень в диаметре один куст больше метра но наверное метр двадцать вот такой вот шарик и у нас вот здесь вот сейчас они уже опустились дождей хоть и не было но тяжесть сами понимаете большая здесь палка палки привязана веревка вокруг куста и вот так вот они держатся но по крайней мере они не падают пока дождей конечно нет покажу эту красоту пока еще любуемся этой красотой вот там этот первый красивый уже отцветает тоже остаточные у него бутончики здесь сейчас я еще не встряхнула не убрала потому что мне это я собиралась для вас снять видео и сейчас покажу другой пиончик еще один ведь какой шикарный куст они диаметр метр двадцать и высоту и ширину так вот здесь вот у меня сидит это у нас диамантина тоже все хорошо нигде не листики не сохнут не отпадают ничего вот такой вот кустик уже тоже цветает и вот еще один красавчик его показывала уже на видео и он тоже цветает у него тоже палка и также веревка и он стоит прекрасно не рассыпается ничего и сейчас я покажу там где нету палки вернее есть палка но не очень хорошо подвязали сейчас покажу вам его вот он просто он еще не такой крепкий как бы молоденький кустик но тоже большой и потом видите немножко наклонился но не упал здесь плетистая розочка уже вот видеть сколько бутонов забрала я не знаю что это за розы обычные стандартные как у всех наверно каждый дальше на есть это от цикрови какую-то обычный цветочек у нее закручивается здесь начали он вот такой вот и распускается как малиновый сперва темно-красный потом как малиновый делается на солнышке здесь будут считают мои цини и собирала я семена на школьном дворе такие низенькие низенькие наверно высоту сантиметров семь кое-какие 10 вот такой вот цветочек и потом такая вот разрастается куртиночка сантиметров на 30 и совсем невысокие цветут до ноября поэтому их собрала я не знаю что это за сорт они есть вот такие вот оранжевые это я не знаю почему пожалуйста оранжевый собирала только от белых как-то переопылился может быть и вот я вам показываю гортензию который покупала в обе это фантум и уже третий год ну наверное и покупал уже как бы давала наверное есть всего четыре годика но она такая маленькая притормозила в прошлом году захлорозила в этом году снова захлорозила я прошла из два раза села от железа потом покупала что-то фикс прайс и против хлороза и вот она позеленела как бы я ее вылечила от этого а то в прошлом году сохли прям листья вот как на самарской леди сейчас кстати сидит она сейчас на ее месте я уже стала было подумывать может быть что-то там некомфортно на том месте хотя почву я туда добавляла перегной удобрение все делала фитоспорином проливала ну вот так вот не знаю если так и будет надо будет пересаживать другое место так что она выздоровела у меня на следующий год буду их формировать уже по-другому все что я делала с формировкой это было все не так неправильно поэтому я уже поняла как это делать я начинающий гортензия вот и теперь я поняла собственно вот лайм лайт который покупала в питомнике в этом году я так думаю что она зацветет потому что она большенькая победе у нее толстенькие вот такие вот видите хорошие наверное будет свести тоже хорошо себя чувствует и пока прохожу мимо розочки которые раньше я думала что это флорибунде от черенка и наконец таки я узнал от хозяйки что это не флорибунда напорылась и узнала название этой розы это розариум юдерсона вот так вот она показала в этом году уже раньше такие вот глянцевые листочки она здоровая по описанию в интернете она редко болеет очень крепкая тем более на нас твоих корнях вот уже скоро должна открыться и надеюсь на будет по сорту в том году было нечто здесь бордюрная розочка изобие которые комнатной розы вот она уже зацветает вся на бутонах собственно вот такая вот и вот клематис вот такой вот он когда он видите был закрутились лепесточки это 2 группы все картинки уже давно купленные в обе вместо ливаны выросла мне кажется это фантом и уже пять лет и вот я ее формирую видите во много стволов и скорее всего это неправильно теперь я буду ее прям коротко обрезать хочу вот по эти вот на следующий год прямо так вот тоненькие срежу оставлю 3-4 толстых побега и посмотрим что будет я формировала в этом году конечно срезала тоненькие но все равно пушистый вот такой вот ну ладно пусть будет так уже так красиво разрослась питунька и она еще гляньте на бутонах много бутонов красивая бархатца уже тоже ведь на бутонечках для такого желтого цвета должна скоро спуститься и вот здесь вот смотрите какой пиончик уже выгорел в принципе уже все завтра на отстригать их посыпется вот молоденький кустик и раскрылся клематис руж кардинал вот он какой же высокий смотрите вот сегодня раскрылся какой он красивый красный на видно вам или нет такой и когда он выгорает делается малиновый в прошлом году покупала его в обе а здесь данута другой стороны арочки и уже тоже на вот выше меня и уже на бутонах красивая тоже будет красивый клематис живет а вот картин здесь summer snow прекрасно и зелененькие листочки нигде не желтый ничего пока здесь ванила фрайс я не знаю почему но в наших краях так она выше метра 30 метра 40 не выросла у нас ни разу за пять лет и следующий год попробую ее прям низко резать вот отсюда срезать формировать хотя вот в принципе они не тоненькие нормальные но хочется оставить поменьше побегов посмотреть на цветение на красивая здесь флок скулу вот и там клематис и уже цветут во всю тизая птица сейчас покажу цветет раскрылась в этом году позже чем обычно такая вот красивая на самом деле она намного и стене и здесь на камере как середина и уже открываются полярный медведь в принципе хорошо также silver доллар тоже замечательно думаю должен затвести похоже будет набирать бутончики так здесь magical sweet summer и похоже уже начинает раскрывать свои цветочки так вот здесь набирает еще бутончики и тоже замечательно зелененький нигде ничего не пожелтела давайте быстренько пробежимся по огородной части огородную часть у нас декоративной зоны отдыха разделяет виноград вот сейчас покажу здесь свеколка здесь тоже виноград здесь чеснок и мы уже во все кушать клубничку клубники в этом году но в принципе достаточно чтобы покушать и она достаточно крупная вот такая вот часы вам покажу вот видите неплохая ее много это молоденькие кустики прошлом году мы почти ее не покушали я не было на нас померз а это я покупала в обе вот такая вот хорошая дети уже едят детка мы уже снимаем утром завтра еще снимем есть укореняется вот видите виднеется у нас раньше была клубника гигантелла мне она очень нравилось то что она очень крупная и сладкая принципе какая похожа на гигантелла такая вот она у нас волгоградская область принципе мы рано уже начнем кушать свою клубничку у нас очень жарко уже 35 такая вот она видите как ее много в принципе она не мелкая хорошая здесь прям такая густота здесь картошка который в этом году в мае было холодно и померзла но ничего отошла зелень конечно шикарные не знаю хорошо это или плохо и вот она какая вот такая вот белым кончиком и я так понимаю она так остается с белым кончиком не сразу созревает вот какая крупная в принципе много и очень когда она меленькая она такая вот совсем маленькая а потом наливается делается очень хорошая крупная вот она неплохая я не знаю это что деньга зенгая или ханый или еще какая-то которую я не помню не знаю показать вам тепличку что там на сегодняшний день забыл вам сказать что сегодня 5 июня но решила показать давайте зайдем в теплицу здесь уже вот такой высоты огурцы и мы их уже кушаем и уже хорошо прям снимаем их даже не успеваем съедать и вот уже томатики какие но пока еще ни одного не снимали ждем очень хотим салатика так здесь у нас редиска растет того края а здесь укропчик ну вот мама уже сегодня снимала ходила утром рано вот такие вот огурчики уже какой сорт здесь я не знаю здесь из азуля точно знаю и вот в этом году мы впервые посадили их в теплице и здесь он себя чувствует намного лучше пока что по конец 42 и вот они томатики пока что тоже не желтые от жары иначе здесь теплицы все 50 когда очень жарко так вот такие вот уже и томаты но пока еще не розовые даже ну что друзья не будем долго видео снимать на этом я наверное закончу обзор на сегодняшний день конечно хорошо потом сам смотришь вспоминаешь как что было когда приходит осень зима и так не хочется чтобы лето кончалось всем всего хорошего до свидания и до скорых встреч